Хотелось бы еще раз сказать, о чем я не разговариваю, будучи на Украине, на украинской мове. На сегодняшний день наша компания является компанией, которая продает свои товары на территории многих стран. И на территории многих стран язык принят, к сожалению, русский. То есть есть киргизы, есть казахи, есть узбеки, есть люди, украинцы, проживающие на территории других стран, которые уже подзабыли украинский язык. Есть люди, которые вышли из Советского Союза и находятся сейчас на территории других стран, Италии, Испании, Португалии, где-либо еще. Ну и когда я транслирую вот такие широкомасштабные лекции, то есть я их транслирую для большого количества людей, для международной аудитории, то я их могу транслировать на двух языках. То есть это может быть русский, это может быть английский. То есть если для англоязычной аудитории, ну как бы английский был бы правильнее, но я не знаю, мне бы хотелось помогать еще и аудитории, которая разговаривает на русском языке. Это не обязательно русские, так как мы сейчас не продаем наши препараты на территорию Российской Федерации, а те люди, которые проживают на территории мира, не имеющие гражданства России. Поэтому, пожалуйста, друзья мои, не стоит на меня за это обижаться. Я искренне поддерживаю нашу страну, искренне за то, чтобы эта страна осталась суверенной. Мне нравится все, что происходит в этой стране, искренне поддерживаю все, что происходит. Режим, я за войска ЗСУ и я за то, чтобы Украина освободила территорию от захватчиков и все осталось, как было у нас раньше. Чтобы мы вновь любили друг друга, чтобы у нас был вновь мир, чтобы нас никто сверху не бомбил и пусть будет как и раньше. Меня лично в моей стране все абсолютно устраивало. Спасибо.